Двадцать восьмое. Позвольте мне провязать один раз в вашем вязании. Она же подала и удивилась, что я умею, а я ей сказал, вот я теперь и буду это делать в память предпочтенной вашей бабушки и кавалерственной дамы. Она спросила, а то для чего вам? А я отвечал, не хочу больше подражать ничьим бетизам, я теперь в здешней жизни уже конченной. Она улыбнулась и хотела взять в шутку, но я говорю, это не шутка, да и довольно мне ветры гонять. И еще я сказал, что я сильно тронут всем, что от нее добра видел, но не хочу более оттягощать собою великодушие князя и прошу его предоставить меня моей участи. Она на меня посмотрела и вместо того, чтобы оспаривать меня, сказала, ваше теперешнее настроение так хорошо, что ему не надо препятствовать. И взялась переговорить за меня с князем. И тот подал мне руку, а другую рукою обнял меня и сказал, у вашего философа сковороды есть одно прелестное замечание. Цыпленок зачинается в яйце тогда, когда оно портится. Вот и вы, я думаю, теперь не годитесь более для прежнего своего занятия, а зато в духе вашем поднимается лучшее. Я отвечал, может быть, может быть. Я больше с ним избегал говорить, потому что был тронут. И так меня от них увезли и привезли прямо сюда, в сумасшедший дом, на испытание, которое в ту же минуту началось, ибо чуть я переставил ногу через порог, как ко мне подошел человек в жестяной короне, и, подставив мне ногу, ударил меня по затылку и закричал, «Разве не видишь, кто я? Болван». «Болван» я отвечаю, «Это верно, но вашего сана не постигаю». А он отвечает, «Я король Брындахлыст». «Привет мой, ваше королевское величество». Он сейчас же сдобрился и по макушке меня погладил. «Это хорошо», — говорит. «Я так люблю. Ты можешь считать себя в числе моих верноподданных». А я посмотрел, что у него туфли на босу ногу и ноги синие, и отвечаю, «Благодарю покорно. А что же это твои подданные плохо верно о твоем величестве думают? Вон, как у тебя ножки посинели». «Да», — говорит брат, «посинели». А потом вздохнул и продолжал. «Знаешь это, однако, только тогда, когда бывает холодно. Тогда, брат, что делать? Тогда ведь и мне бывает холодно». «Да, я не могу приказать, чтобы в моем царстве было иначе». «Совершенно, — говорю, — правда». «А вот то ты и есть. Приказываю, а не выходит». «Ну, не робей, брат, я тебе шерстяные чулки свяжу». «Что ты? Верь честному слову». «Сделай одолжение, ведь у меня особая обязанность. Я должен отлетать на болото и высиживать там цаплены яйца. Из них выйдет жар птица». И когда я ему связал чулки, он их надел и сказал. «Ты нас согрел, и по элику сие нам приятно. Мы жалуем тебя нашим лейбвязальщикам и повелеваем обвязывать всех моих босых верноподданных». «И вот я уже много лет здесь живу и всеми любим, потому что, должно быть, я, знаете, дело делаю». Лейбвязь. Продолжение следует...